Обсервадор, Португалия, что российские военные делают в Мозамбике. Жазе Мелизеш. Обсервадор, Португалия. 2 октября 2019 года. Путин хочет вернуться в Африку потому, что ему нужны альтернативные рынки, которые позволят смягчить воздействие западных санкций, введенных против его страны после аннексии Крыма в 2014 году. Несмотря на опровержение Москвы и Мапуту, в северный Мозамбик действительно прибыли около 160 российских военнослужащих с соответствующей техникой и материальным обеспечением. Конечной целью данной операции является создание в этой португалоязычной стране мобильной базы войск ГРУ, главного разведывательного управления, российских военных спецслужб, и постоянной российской военно-морской базы. В последнее время президент России Владимир Путин уделяет все больше внимания африканскому континенту, недаром в октябре в Сочи должен пройти саммит России, Африка. Причины возвращения в Африку самые разные. После бесславного прохождения по этому континенту Советского Союза, который ограничился тем, что поставлял движением, претендовавшим на звание антиимпериалистических, оружие военных советников, Путин хочет вернуться в Африку по крайней мере для того, чтобы получить экономические дивиденды. Он ищет альтернативные рынки, которые позволили бы ему смягчить воздействие западных санкций, введенных против России после аннексии Крыма в 2014 году. Кроме того, Москва, не способная предложить высокие технологии, инвестирует в добычу сырья, газа, нефти, золота, алмазов, бокситов и т.д., где у нее имеется большой опыт. Таким образом российские лидеры пытаются решить сразу две проблемы – компенсировать растущие трудности, с которыми сопряжена добыча сырья в их собственной стране ввиду более холодного климата и труднодоступности месторождений, и продолжать оказывать сильное влияние на международные рынки углеводородов, которые являются основным источником доходов для российского бюджета. В последние годы российские компании активно действуют в странах африканского континента, таких как Северный Судан, Ливия, Центральноафриканская республика и Зимбабве. Теперь, похоже, настала очередь Мозамбика. Президент Мозамбика Филиппин Юси, Филиппин Юси, был приглашен на саммит в Сочи, однако перенес свой визит в Россию на август, поскольку в октябре намерен участвовать во всеобщих выборах, запланированных на 15 число. В ходе этого визита были подписаны многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве, но нам любопытен следующий факт. Министры обороны Мозамбика и России, Атаназиум Томуки, Атанасем Томуки, и Сергей Шойгу, договорились о взаимной защите секретной информации. Кроме того, правительство Мозамбика одобрило упрощенный режим входа военных кораблей ВМФ России в порты Мозамбика, который уже вводился в период тесного сотрудничества между Фрелимой и Коммунистической партией Советского Союза. Эти меры направлены на создание российской военной базы в северном Мозамбике. Совпадение это или нет? Но в последнее время поступает сообщение об атаках, совершаемых неизвестными вооруженными группировками против населения в провинции Каба-Дельгада, и российские военные вполне могли принимать участие в этих боевых действиях, как это происходит в Сирии против исламских экстремистов. Кроме того, между российскими компаниями и Мозамбиком уже подписаны соглашения о разведке и разработке в регионе газовых месторождений, которые требуют защиты. Обе страны являются суверенными образованиями и могут подписывать соглашения, которые в наибольшей степени отвечают их интересам. Однако Мозамбик сможет развиваться и процветать лишь в том случае, если его политическая и экономическая элита вылезет из болота коррупции и будет использовать международное сотрудничество для достижения вышеупомянутых целей, и не для личного обогащения. ПС, Банк внешней торговли, ВТБ, находящийся под контролем российского правительства, как раз один из банков, причастных к мозамбикскому делу о скрытых долгах, сделке, которая нанесла этой стране серьезный ущерб. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...